Всем привет дорогие друзья, это вновь ТОП ЭКС, подавненько у нас уже не было выпусков, но наконец-таки мы добрались до Гладиатора и сразу хочу сказать, что хп-то у него в два с лишним раза меньше, чем у Всадника Авангарда. Хотя казалось бы, что в принципе тоже должен быть достаточно плотный персонаж. Но в нашем выпуске это не так важно, нам главное узнать сколько он сможет выдавать Экспинга в час и также сколько он фармит. Так что не будем долго затягивать, переходим к лоу билду и начинаем наши тесты. Первый наш тест, я всегда по традиции, мы уже проводим в ТОИ-1, это достаточно хорошая локация, единственная ее проблема, что в основном не хватает места для прокачки, но если на вашем сервере прокачиваться на этой локации представляется возможным и людей здесь не очень много, то стоит обратить внимание и на этот спот. В первую очередь, что мне бросилось в глаза, это достаточно высокий урон в одну цель. И если мы опять-таки будем сравнивать этого персонажа со Всадником Авангарда, то у Всадника был урон в одну цель поменьше, нежели у Гладиатора. Практически все монстры умирают с одного удара, с учетом того, что у нас по Эквипу практически ничего и нет. За час опыта получилось сделать 80 миллионов, по Адене 906 тысяч. И это немножечко странно, потому что этот результат достаточно сильно уступает результату Всадника Авангарда. Следующая локация для наших тестов это ДВ-78. Достаточно хорошая локация для прокачки, не очень сильно бьют монстры, не так много мы теряем баночек ХП, что важно для лоуэкипировки, это экономия на расходке. Но из негативного достаточно малое количество впадаемой Адены. По опыту здесь вышло 85 миллионов, да, немножечко быстрее здесь происходит прокачка, но Адены, к сожалению, выпало всего лишь 672 тысячи за час. И возможно многие скажут, что количество Адена не столь важно, потому что при такой экопировке, скорее всего, у вас и будет не очень высокий уровень, и прокачка уровня будет важнее. И возможно так оно и есть, вы в любом случае должны ориентироваться на своего персонажа и на вашей цели. Данные тесты для этого и созданы, чтобы понять, где лучше прокачиваться именно вам. Ну а мы переходим к следующей локации, и это Той-5. Той-5 достаточно сложная локация для лоу-левельных персонажей с маленьким бустом, но если вы тянете эту локацию, то возможно стоит остановиться именно на выборе этой локации. Монстры умирают уже гораздо тяжелее и очищаются проблемы с МП, но тем не менее удалось сделать аж 90 миллионов опыта за один час. По Адене же здесь выпало 765 тысяч. Как мы видим, по фарму все равно лучше всех у нас проявляет себя Той-1, но если вам нужен опыт, то есть выбор из ДВ или Той-5. Но на пятом этаже Той все равно будет немножечко больше количества опыта и немножечко больше количества Адены, но нужно смотреть на заполняемость спота. На этом у нас тесты на лоу-эквипе заканчиваются, и уже видно то, что Гладиатор проявляет себя не самым лучшим образом по прокачке Экспингу, но возможно он раскроется на более крутом эквипе. Также переходим на мид-билд. Что он из себя представляет, вы видите на своих экранах, и из ключевого это добавление второго эпика. И давайте сразу же попробуем опять вернуться на пятый этаж Той. В этот раз монстры умирают гораздо бодрее, а самое главное то, что у нас больше не заканчивается МП. А все это благодаря Арфену второму. Это достаточно важный итем, и многим персонажам следует задуматься о нем в первую очередь. По опыту вышло сделать 213 миллионов в час, по Адене 1 миллион 537 тысяч. Как вы видите, удалось разогнать Экспинг и Фарм более чем в два раза. Но помимо всего мы решили провести дополнительный тест. Тест с уклоном на ловкость. В прошлом топ ДПСе у нас всадник авангарда с ловкостью показал большее количество ДПСа, нежели с силой. Многие в комментариях написали то, что это очевидно, и естественно выбор нужно делать в ловкость. Но так ли это очевидно при прокачке? Давайте с вами это и проверим. Статы у нас распределились достаточно равномерно. 72 силы, что нам и нужно, мы перешли порог в 70, и 60 ловкости. Но вот в убийстве монстров я особо не почувствовал то, что мы стали их убивать быстрее. Да, мы получили более быстрый откат скиллов, но у нас два атакующих скилла, которые и так в целом успевали откатываться. Собственно, что мы видим и по цифрам. По опыту вышло 194 миллиона опыта в час, по Адене 1 миллион 445 тысяч. Этот результат оказался хуже, чем результат с силой, и все последующие тесты мы будем делать на силе. Возможно, другие персонажи проявят себя по-другому, но Глазиатор себя чувствует хорошо именно с максимальной силой. Следующая наша локация для теста была ДВ-82. Мы решили не тестировать 78 ДВ, потому что она не столь актуальна для нашей экипировки. Монстры и в ДВ-82 уже умирают достаточно неплохо. А с учетом нашего подката мы также сокращаем время пробежки от монстра к монстру. Собственно, из-за этого мы и имеем следующие результаты. По опыту вышло 279 миллионов, по Адене 1 миллион 479 тысяч. И я бы не сказал бы то, что разница в Адене она прям катастрофическая, но в количестве опыта мы получили огромный бонус. Но давайте посмотрим, что будет в других локациях. Переходим к Ракшасам. Ракшасы это не очень любимая мною локация, потому что там всегда очень много людей. И возможно люди выбирают этот спот не просто так. Собственно, и цифры это тоже подтверждают. За час получилось сделать 295 миллионов опыта, а по Адене 1 миллион 822 тысяч. Это действительно весьма сбалансированные локации, где мы можем получать и большое количество опыта, и достаточное количество Адены. Но смогут ли Ракшасы конкурировать с той из 7? Собственно, давайте это и проверим. Той из 7 это уже достаточно серьезные локации, и прокачиваться на ней уже сможет далеко не каждый персонаж. Но у Гладиатора есть массовые скиллы, которые могут помочь простоять на этой локации. Проблем с выживаемостью Гладиатора нет, он имеет достаточно большой показатель как защиты, так и маг защиты. И достаточно спокойно выдерживает большое количество монстров на себе. Также достаточно большим преимуществом Гладиатора будет достаточно большой радиус массовых скиллов. Но тем не менее, монстр умирает не так быстро, как хотелось бы. По количеству опыта получилось сделать 340 миллионов опытов в час, по Адене 2 миллиона 290 тысяч. Это лучший спот для текущей экипировки для Гладиатора. Но разница с остальными локациями не столь существенная. Давайте посмотрим, сможет ли более лучше раскрыть персонажа топ-эквип. Что включает в себя топ-экипировки, вы можете видеть на своих экранах. Главное отличие это красные дуалы, красные дуалы, которые очень хорошо подходят Гладиатору. Но в целом его можно уже назвать достаточно плотным, хорошим персонажем, который подойдет как для бигвара, так и для эффективной топовой прокачки. И первая локация, которую мы решили проверить, это Той-7. В мид-бусте все-таки монстры умирали достаточно медленно. И эту проблему с Лихвой решает топ-экипировка. Большинство монстров умирает с одного крита. И убивать толпы мобов удается в считанные секунды. По опыту получилось сделать 579 миллионов, по Адене 4 миллиона 414 тысяч. Это хороший результат, но все-таки массовые скиллы здесь не проявлены в полной мере. Давайте проверим локацию, которая изначально была создана для массовой прокачки. А именно, Загон. Загон в текущих хрониках не является чем-то непостижимым, как это было раньше. И более того, скажу то, что монстров здесь не хватает. Практически все персонажи будут выдавать плюс-минус одинаковый результат. И вряд ли из этой локации вы получите большее количество Адене опыта, чем мы показываем в этих тестах. В любом случае, мы здесь получили 660 миллионов опыта в час и 7 миллионов 17 тысяч Адене. Переходим в ТОИ-8. ТОИ-8 это действительно весьма сладкая локация. Если раньше она была только для самых топовых персонажей, то сейчас в ней может прокачиваться достаточно большое количество людей. А все дело в том, что помимо того, что здесь вы получаете огромное количество опыта, а именно 675 миллионов опыта в час, здесь также падает существенное количество Адены. А именно 4 миллиона 884 тысячи Адены в час. Да, эта локация немножечко уступает фарами Загону, но в Загоне стоять могут всего лишь 2 человека на сервере. В ТОИ-8 таких проблем, скорее всего, не возникнет. Помимо этого, я решил также проверить новую локацию, а именно база Моргаса. Отличная локация с тремя спотами, с топовым, мид и лоу. С нашим топ-бустом мы можем претендовать только на лоу-спот, а на самом деле оказалось то, что не можем претендовать даже на него. Многие персонажи на самом деле вытягивают эти локации, и возможно Гладиатор тоже вытянет, но с более хорошим бустом. Собственно, давайте это и проверим. Что из себя представляет бест-буст вы видите на своих экранах? Это максимальные итемы, десятый венец, пятый эпик, восьмые дуалы монарха льда. То есть мы имеем практически вершину развития нашего персонажа. Поможет ли эта экипировка в фарме топовых локаций? Давайте это и узнаем. Первым делом возвращаемся на базу Моргаса. И если с топовым бустом у нас не было никаких шансов, чтобы выстоять на этой локации, то с бест-бустом проблем уже никаких не возникает. Урона становится очень много, и монстры улетают в считанные секунды. Результаты оказались тоже весьма сладкими. А именно, 1 миллиард 256 миллионов опыта в час. По Адене же вышло 5 миллионов 870 тысяч. Это крутая локация, и самое главное то, что на ней стоит достаточно малое количество людей. Практически всегда вы сможете найти этот спот свободным. Ну а для сравнения я решил протестировать и ТОИ-8. В ТОИ-8 монстры стали умирать немножечко быстрее, но проблема в том, что монстров ограниченное количество. И хоть мы имеем массовые скиллы, практически всегда мы убиваем монстров по одиночке. По опыту получилось сделать всего лишь 974 миллиона в час, но вот по Адене 6 миллионов 841 тысячу. А это может быть достаточно весомым аргументом для того, чтобы выбрать именно эту локацию, а не локацию, где у нас больше Экспинга. Давайте проверим, что у нас будет на 10 этаже ТОИ. С таким показателем защиты вряд ли нас кто-то сможет вообще пробить. Практически 10 тысяч физической и магической защиты. Так что смело врываемся в толпу и начинаем разносить массовыми скиллами. И хоть наше КП и прыгает, но вампири, который мы получили от Сережки, помогает без проблем выживать на этой локации. Адены и опыта здесь падает очень много, и практически всегда мы качаемся на массовых скиллах. По опыту получилось 1 миллиард 405 миллионов. По Адене же вышло 9 миллионов 37 тысяч. Это действительно крутая локация, но проблема в том, будет ли она свободная. Но в целом здесь есть коридорчики, где тоже в принципе неплохой кач. Следующая локация, которая у нас будет для теста, это вновь база Моргаса. Если мы так легко тянули лоу спот, возможно нам получится вытянуть и топ. Начинаем бить мобов и урона не очень много, но вроде как удается выживать. Хотя КП просаживается достаточно сильно. И это действительно очень крутая локация. 100% здесь будут самые лучшие показатели, как по опыту, так и по фарму Адены. Но проблема в том, что я смог здесь стоять всего лишь 5 минут. Да, скорее всего, если более активно следить за персонажем, мы здесь не умрем. Но мы в первую очередь рассматриваем АФК прокачку. Потому что это хорошо, если вы здесь можете простоять час или два, но гораздо лучше, когда вы сможете без проблем простоять часов 20, 25 и больше. В любом случае, эту локацию стоит учитывать и не забывать, особенно если это у вас позволяет экипировка. Ну а гладиатор, к сожалению, здесь не смог показать достойного результата. Что ж, переходим в последнюю локацию для сегодняшних наших тестов. Это ГЦ. Как мне показалось, ГЦ это самая сбалансированная локация. Здесь достаточно просто умирают монстры, и их всегда хватает, чтобы убивать массовыми скиллами. В ГЦ стоять гораздо проще, чем на 10-м ТОИ. И здесь гораздо большее количество спотов, где можно разместиться. Но и по опыту вышли результаты немножечко ниже, чем на 10-м этаже ТОИ. А именно, 1 миллиард 247 миллионов опыта в час. По Адене же вышло 7 миллионов 802 тысячи. Примерно на 10-15% результат похуже, зато у вас нет проблем со спотами, и скорее всего, у вас отсюда никто не будет прогонять. В целом, Гладиатор это не самый плохой персонаж для прокачки. Но как мне показалось, урона в одну цель он наносит гораздо больше, нежели раскрывает он свой массовый потенциал. Результаты вы видите на своих экранах. Обязательно пишите в комментариях, кого бы вы хотели бы увидеть в этой рубрике. По итогу мы протестируем, естественно, всех персонажей. И возможно, мы вместе с вами сможем ответить на извечный вопрос, с кого выбрать для прокачки и в парма Адене. Ну а с вами, как всегда, был Вайт. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.